И вот меня этот вопрос интересовал, и то, как он сформулирован здесь, постколониальное состояние, деколониальные выборы, постсоциалистическая медиация, я сейчас объясню контекст, чтобы было понятно, почему именно так сформулирован вопрос. Дело в том, что некое соперничество между постколониальным дискурсом, постколониальными исследованиями и деколониальным поворотом или деколониальной мыслью, деколониальной философией существует достаточно давно уже, ну, по крайней мере, в течение 15 лет. И если постколониальная теория – это достаточно такая вот уже устоявшаяся вещь, хорошо известная, даже до России докатились последние несколько лет отголоски, хотя с большим, с очень большим опозданием, потому что я помню, когда я начинала об этом писать в конце 90-х годов, это вообще всё встречалось в штыки, меня никто не понимал, особенно в академическом таком вот мире. Сейчас это всё дошло и до нас, у нас даже какие-то книги на эту тему пишутся, издаются статьи. Да и колониальный поворот остался в этом смысле немножко в тени. И что там, ну, пока я жила в России, я пыталась что-то делать, там переводить, писать какие-то книжки, статьи на эту тему. Но, естественно, что это была капля в море, и никто этого не оценил, и никому это было не нужно. Но если говорить не о российском контексте, а вообще, то очень хорошо заметно различие между двумя подходами, которое связано прежде всего с тем, что постколониальная теория с самого начала хотела встроиться вот в эту какую-то парадигму академического письма, академического размышления, поэтому и для них очень важно было именно иметь кафедры, иметь какую-то институциональную такую основу. А в то время как доколониальный поворот и колониальный выбор все-таки вырастает из реальной борьбы, прежде всего, коренных народов Латинской Америки, то есть америндов, и вырастает из какого-то критического знания, которое связано с потомками африканских рабов, сегодня бывших колонизированных народов. Это может разворачиваться в сторону, например, сегодняшней проблемы мигрантов, отношения к ним и так далее. И вот это его большая политизация и большая какая-то сфокусированность на реальном действии, на деятельности. Это, конечно, отличает очень сильно доколониальный поворот от постколониальной теории, которая все равно сидит в башне слоновой кости как-то и сверху что-то такое разглядывает. И меня этот момент именно и привлек в доколониальном повороте. В свое время, когда в начале 2000-м, собственно, году это было, да, я познакомилась впервые с этими работами, и меня стало это интересовать. Почему? Объясню. Это важно для сегодняшнего разговора. Потому что доколониальный поворот, в отличие от постколониальной теории, которая возникает на основе опыта британской империи, прежде всего, и потом чуть-чуть подключается французские колонии, и Франция как империя, да, все-таки вот касается только этого локального, достаточно узкого опыта, который описывает конкретные взаимоотношения, конкретные вот такой англофонной империи и ее колонии. И когда происходят попытки вот взять эту теорию, как бы, да, и сделать ее путешествующей, и попытаться ее применить к Центральной Азии или Кавказу, ничего не получается, естественно, потому что это совершенно другой опыт, это другая история. И в этом смысле доколониальный поворот мне показался, может быть, перспективнее отчасти, именно потому что в нем присутствовал такой несколько видоизмененный миросистемный анализ, другой подход, да, и какие-то категории, которые не были сильно привязаны к конкретной истории, конкретной какой-то вот империи, Великобритании, Франции и так далее. И часть из этих понятий, вот я попытаюсь сегодня как-то их коснуться. Например, понятие колониальность. Не колониализм, а колониальность. Вот какая разница между ними, да. Колониализм чисто историческая вещь, да, он был, мы все понимаем, какие-то можем привести примеры. Вот, ну, как бы можно сказать, что он официально завершился, хотя, конечно, не завершился и существует неоколониализм. Но тем не менее, это совершенно конкретный набор вот вещей, да, которые можно описать исторически. Колониальность – это скорее след. След, это след, который остается, когда вроде бы колониализма нет, вроде бы это свободное государство, но проходит 10, 20, 30, 50 лет, а остается колониальность в том, как мы видим мир, как мы интерпретируем людей, не знаю, произведения искусства и так далее. И особенно, ну, для меня, как для человека, работающего все еще в университете, это актуально, да, потому что то, как мы мыслим и как мы производим знания, тоже очень сильно увязано с этой самой колониальностью. И два института, которые наиболее важны в этом смысле, в модерности, для производства, диссиминации знания, для, так сказать, промывания мозгов в определенном смысле, да, это что? Это университет и музей, потому что оба они как раз этим заняты, да, и сегодня оба эти института в кризисе, как мы с вами хорошо знаем, конечно, да, и происходят различные попытки как-то что-то, значит, сделать и исправить ситуацию. Ну, если насчет музея у меня какие-то надежды есть, насчет университета нет, честно вам скажу, я думаю, что университет реанимировать невозможно. И тем всегда шокирую своих западных коллег, да, которые очень правильные такие, да, и вот им сказали, что надо вот подавать на все, что движется, на гранты. Вот они каждый день и подают с утра, да, а вдруг прихожу, я и говорю, а зачем это нужно делать? Ну что, вот как бы рабы этой системы? То есть вот такие моменты возникают. Но мне кажется, что система все больше пробуксовывает, потому что грантов все меньше, все меньшее количество людей может их получить, государство как бы выделяет все меньше денег, частные корпорации выделяют только тем, кому надо, как бы, да, знания, которые можно продать каким-то образом, и все это, конечно, все скоро схлопнется куда-то. Ну, может быть, оно и хорошо, и к лучшему. Что касается постсоциалистической медиации или попытки медиации, почему я называю это медиацией? Потому что позиционирование постсоциалистического человека, субъекта, да, и в таком смысле интеллектуальном, и в аффективном, и в любом другом, в гендерном, в каком хотите, в гендерном тоже очень интересно, если рассмотреть это, да, с точки зрения гендерных отношений. Вот оно уникально, потому что оно находится и не там, и не там. Это и не опыт третьего мира, да, это не опыт первого мира, это то, что раньше называлось таким термином «мир второй», сегодня как бы считается, что его нет, но на самом деле как можно говорить, что его нет? Люди-то остались, территории остались, то есть это чисто западный подход такой, сказать, что все закончилось, вот теперь, да, победил мир неолиберализма, но хотя социализм закончился, но мы-то здесь, вот, мы можем не считать себя социалистами или постсоциалистами, но люди все равно здесь. И вот как раз в Индии у меня возник на эту тему очень интересный разговор с одним молодым местным интеллектуалом, который, ну, начинал, как многие там, с марксизма, такого критического варианта марксизма, очень интересного, нюансированного. И потом он сказал, что я хочу вот развивать эти взаимоотношения между глобальным югом и бывшим вторым миром. Мне интересно, вот как, можем ли мы друг друга понять, возможен ли диалог, на каких основаниях. Я ему говорю, а почему? Вот я вижу, что в Индии у всех тоже шоры на глазах, все заняты неолиберализмом, и как бы вот это не модно теперь, да, вспоминать про Советский Союз, допустим, там, или тем более Россию, все смотрят в сторону Америки. Он говорит, ну, вы подумайте, ведь если говорить о постколониальном мире и постсоциалистическом, это большая часть человечества. И, в общем, так оно и есть, да, потому что все так или иначе прошли через этот опыт либо колоний, либо социализма, так сказать, вот того, что называлось государственной формой социализма. Другой вопрос, был он или не был социализмом. Или в каком-то таком гибридном варианте, как наши республики национальные, да, советские, бывшие. Вот. То есть, как бы это огромный пласт и знаний, и ощущений, которые требуют осмысления. И голоса этого нет. Его по-прежнему в теории нет, его по-прежнему нет. Не только, да, в искусстве тоже. Если мы смотрим, как художников оценивают, опять на них навешивается какая-то этикетка определенная, да, то есть его сводят к каким-то стереотипам. Именно так его продают на рынке, условно говоря, да. И это тоже очень-очень обидно всегда. И с этими этикетками невозможно бороться, совершенно невозможно. Вот я с этим тоже постоянно сталкиваюсь. И я всегда смеюсь, что на всех анкетах я пишу иной-другой, да, потому что я не подхожу ни под одну классификацию, ну, как бы меня преследовало и в России всю жизнь, а и в какой-то мере в Швеции, в общем, даже лучше. Потому что они не понимают, как бы, да, по моему имени или фамилии, что я человек не русский, как здесь любому сразу понятно, или по моей внешности, да. И поэтому там меня просто, вот на меня навешивают этикетку русского человека. Я могу иногда, как бы, это использовать, как такой трикстер, да, который может повернуться любой стороной. И многие художники, кстати говоря, тоже этим пользуются и показывают разные свои ипостаси. Вот как, например, этот художник. Вы знаете, чья это работа? Это называется мутация, цикл. Это казахский художник Ербасын Мельдебеков, который вырос в конце советского периода и учился на скульптора. Его научили делать хорошо, как вы думаете, что? Бюст и Ленина, конечно, да. Но вот тут развалился Советский Союз, и это ему не пригодилось в некоторое время, пока он не придумал, вот что с ними можно сделать. Такой цикл мутации у него очень, он бесконечный. Там много разных вариантов есть. Там есть вот Джакометти, там есть Ленин в виде Патриса Лумумбы, там есть Ленин в виде какого-то непонятного богатыря, о которых развелось очень много в казахской культуре. Сейчас идет смена вот этих исторических каких-то прототипов, героев. И вместо Ленина, естественно, там возникают какие-то бесконечные батыры, там любой батыр, такой батыр, которых никто не помнит, не знает на самом деле. Они, в общем, как-то слабо связаны с субъектностью или с общественным сознанием. Но, тем не менее, он это тоже обыгрывает и над этим всячески издевается. Но вот этот контекст, я просто один пример этот беру, который отчасти понятен нам с вами, и то не всем, потому что он связан с определенной локальной историей. Это понятно нам, но это абсолютно непонятно ни третьему миру, условно говоря, ни глобальному югу, ни глобальному северу. И вот голоса этого не хватает, потому что он более тонкий, он более, так сказать, многослойный, он менее однозначный. И, на мой взгляд, нужно что-то, конечно, с этим делать. Сейчас я попытаюсь найти, как это. Это я вам хочу напомнить историю начала 90-х годов, когда возникает вот эта знаменитая идея конца истории. Кто помнит, кто придумал идею конца истории? Да, конечно. Причем Фукуяма сегодняшний пишет уже совсем другие вещи. Последняя его книжка как-то, она не об этом. Ну вот вспомним Фукуяму того времени, когда он объявляет конец истории. Это такой вот именно взгляд мирового севера, который связан с тем, что да, вот мы победили. И теперь, начиная с этого времени, не будет ничего, а будет только сплошной неолиберализм. И, как мы понимаем, довольно быстро все это сдулось. И на сегодняшний день вот то, что переживает, допустим, и Европа, и, собственно говоря, не только Европа, но и Россия, и Соединенные Штаты, мы видим вот этот вот откат вправо, радикальные течения, в какой-то национализм и так далее, фундаментализм, традиционализм. Это все, с моей точки зрения, связано как раз с тем, что это замечательная, в кавычках, парадигма, о которой писал Фукуяма, радужное представление о глобализации не оправдалось. То есть была вот ее какая-то радужная сторона, которая очень быстро показала, что символом глобализации является вовсе не турист, а беженец, на самом деле. И как-то с этим надо жить, и что-то нужно предлагать, и ничего не предлагается. И существующими способами, и политическими инструментами решить эту проблему нельзя. И, конечно, вот как реакция на это возникает вот разного рода такие движения. Это вот изнанка глобализации. Это тоже глобализация, но это уже реакция как бы на нее. И почему я говорю о слоне, оставшемся незамеченным? Тут, конечно, перевод не очень хороший, но это пословица английская. Elephant in the room. То есть то, что огромное, но никто этого не замечает. Ну, по-моему, у Крылова в басне тоже. Помните, слона-то я и не приметил. То есть он тоже пользуется этой метафорой. То есть, с моей точки зрения, вот как раз эта самая социалистическая модерность, которая завершается в начале 90-х годов, она и была этим слоном. Потому что ни Фукуяма, ни доколониальный поворот не возникли бы, если бы этого не произошло, если бы не рухнула вся эта социалистическая модерность, и все, что с ней было связано. Ну и здесь просто вот две цитаты из Фукуямы и из «Человека, который, уверенно, вы не знаете». Это как раз вот та самая темная сторона модерности. Это Анибальке Хану. К сожалению, он полтора или два года назад умер. Такой вот первый, один из первых доколониальных теоретиков. Родом из Перу, по-моему, да, перуанский социолог, марксист, который впервые выдвигает в 90-м году, примерно в то же время, когда Фукуяма пишет свою как раз статью, потом книгу о конце истории выдвигает идею колониальности и объясняет, что такое колониальность и как она продолжается сегодня в книгах, научных проектов, в эстетике, во всем угодно. То есть почему я их нарисовала здесь рядом? Потому что они говорят, собственно, не об одном и том же, но они реагируют каждый со своей позиции на одно и то же, на конец социализма, на конец вот этой мечты, которая существовала, и это очень интересный момент. Когда говорила я об этом, например, в Индии, то официальный дискурс, конечно, скрывает всячески эти связи с социалистическим миром, но как только вы выходите на какой-то личностный, эмоциональный уровень, у людей, которые, так скажем, от 40 и выше, от 50 даже лет и выше, а сразу возникает какое-то совсем другое отношение. Они говорят, ой, да, мы помним книжки издательства «Прогресс», которые привозили, и они были такие красивые детские книжки, они были гораздо дешевле, чем английские книжки, поэтому мама могла нам купить пять вместо одной. И мы так ждали, когда приедет издательства «Прогресс» и будет продавать сказки замечательные с иллюстрациями. И понимаете, можно над этим смеяться, конечно, издеваться, но на самом деле это ведь очень интересный момент. Это та история, которая вообще оказалась неосвещенной, неописанной, и сегодня тоже ждет какой-то реакции. И когда я продолжала их пытать, потому что я очень вредная, я говорю, скажите, а почему вы никогда не пишете ничего о социализме? Вот видите, я вас спрашиваю в личной беседе, вы ностальгируете по этому. И они мне сказали, именно поэтому. Потому что когда эта система существовала, мы верили, что есть возможность этой утопии, она может реализоваться, и существует какая-то альтернатива. А потом, когда все это накрылось, она перестала существовать. И для нас в этом смысле не осталось ничего, опять-таки, кроме той самой ненавистной колониальной модерности, в которой нас пытаются устроить уже несколько столетий. И это уже интересный момент. Я не говорю, что это на 100% верно, но это обязательно нужно каким-то образом учитывать. Поэтому, допустим, когда несколько лет назад мы устроили конференцию о возможных диалогах или отсутствии диалогов между постсоциалистическим и постколониальным феминизмом, огромное количество людей выступало из Восточной Европы. И все пытались использовать постколониальные термины для анализа ситуации женщин, допустим, в Болгарии или в Чехословакии, еще где-то. Но абсолютно никто не приехал из Африки, из Индии, пытаясь тоже каким-то образом критиковать, может быть, социализм или, не знаю, его хвалить, вот через эту парадигму и пытаться связать или сопоставить эти опыты. И это тоже для меня очень интересный такой вот момент, который требует дальнейшего осмысления. Вот здесь одно из последних определений колониальности и деколониальности, которое было предложено Кэфи Уолш и Валтера Миньола. В прошлом году у них вышла книжка, вот вместе с моей, это были первые две книги в новом цикле издательства университета Дюк о деколониальности. И вот это попытка двух таких видных деколониалистов поразмышлять о том, что это такое спустя 20 или 25 лет. То есть что они сегодня понимают под этим. Они дают достаточно вот такое простое определение, определение, которое вы видите. Вот оно касается больше не конкретных вещей, связанных даже с экономикой или социальной жизнью, а мышление и производство знания, и производство каких-то таких фреймов, так можно сказать. И надо сказать, что это правильно, конечно. Деколониальность, она в основном касается деколонизации сознания и мышления. Это первый, самый важный шаг. Но вот на сегодняшний день я могу вам сказать, что для меня этого уже недостаточно. И я пытаюсь найти какие-то другие варианты применения деколонизации и деколониальности. И все больше работаю с разного рода социальными движениями, с разного рода людьми как бы вот вне этого первого мира, вне мирового севера или на полупериферии. Вот очень интересные у нас есть проекты. Потому что мне кажется, что мало все-таки сидеть в западном университете и что-то такое писать на эту тему. Очень важно каким-то образом пытаться на это все воздействовать. И думаю, что моим следующим шагом будет разрыв вообще с университетом, как чисто таким колониальным институтом. Но я сейчас над этим работаю. То есть надо какой-то проект такой создать, достаточно независимый, но который бы позволял существовать все-таки. Но я об этом в конце еще скажу, что это может быть. Так что вот мы видим нашего замечательного слона в комнате. Я очень люблю эту картинку. Я обычно даже со слоном езжу. У меня такой слоник есть. Но что-то я его не взяла в этот раз. Такое наглядное пособие. И на самом деле вот очень интересный момент. Я пыталась проанализировать это сначала с точки зрения производства знания, потому что я занимаюсь давно критикой университета, как института. И вот как бы попытаться понять. Вроде бы холодная война закончилась. Вроде бы начинается критика очень многих моделей производства знания, которые были созданы в годы холодной войны. Но чем заканчивается? Заканчивается все тем же самым. Мало что меняется, какая-то вывеска, меняются какие-то термины. Но все равно те, кто производил знания, его продолжают производить. То есть под новыми какими-то вывесками. Допустим, если раньше был термин постколониальный феминизм, или феминизм мирового юга, феминизм третьего мира, то сегодня есть такой более политически корректный и современный термин транснациональный феминизм. Но на самом деле, если мы посмотрим, изобретен он где? В Соединенных Штатах Америки. Изобретен он теми самыми women of color, цветными феминистками, которые так тоже начали называться, когда они приехали в США. А дома они у себя не были цветными, конечно. И это тоже определенная этикетка, которая навешивается. И здесь важно что? Что термин изобретен, но термин он наследник все равно знания холодной войны. И поэтому в этом новом понятии, в этом новом термине опять-таки нет места тем, кто является выходцем из этого социалистического мира, мира социалистической модерности. Но я думаю, что многие из вас знакомы, что здесь рассуждений огромное количество было. Я взяла самые известные. Не факт, что самые правильные, но особенно касается Гройса. Но Алексеевич, я думаю, вы все знаете, кто это читали наверняка. И это не ее слова, это слова одного из респондентов в ее книге «Время секонд-хенд», который говорит, что социализм закончился, а мы остались. Ну что нам делать теперь? Это очень важно, потому что это связано с тем, что если для западного мира постсоциалистическое – это понятие, которое касается времени, а не места, и не людей. То есть это время после социализма. То для нас с вами это совершенно другая история, потому что и место осталось, и люди остались. Вот это различие практически не было освещено долгое время. А Гройс, он говорит о другой тоже важной вещи, на мой взгляд. Она тоже связана косвенно с пространством и временем, с этим прогрессизмом. С прогрессизмом, который был насильственным и который был ускоренным в случае социализма. И который, конечно, ломал огромное количество жизней, заставлял людей модернизироваться по определенному шаблону и как бы пытался сделать людей насильно счастливыми. Это мы все знаем. Но тем не менее, вот он был. А когда он заканчивается, возникает вот то, о чем говорит Гройс. То есть человеку говорят, теперь тебе надо вернуться в конец очереди и начать сначала, но в правильной модерности. Не в той, которая оказалась неправильной и которая была побеждена, а в другой. И это совершенно другое ощущение, не то, которое испытывает человек постколониального мира. Потому что он все время существовал в одной модерности, в западной капиталистической модерности, которая ему что-то там диктует, он пытается догнать этот паровоз. И если он ведет себя правильно, он догоняет. И каким-то образом, не знаю, в виде негативной дискриминации, мультикультурализма, как-то худо-бедно он пытается в нее встроиться. И в связи с этим я могу рассказать очень короткую историю. Это правда. Это действительно произошло. Но она хорошо показывает опять вот это различие и необходимость этой медиации, которой нет. У меня есть одна очень хорошая знакомая, которая дочь индийского писателя. И в свое время, в 60-х годах, по-моему, 20-го века, отец ее приехал в Советский Союз. Они жили здесь. Она ходила здесь в школу, потом в университет. И хорошо знала русскую культуру, литературу. И написала книгу, которую отказались издать в годы перестройки в Советском Союзе. Потому что книга была очень критическая. И она впервые писала о русском ориентализме, вот об этих всех аспектах и обертонах колонизации Кавказа, Центральной Азии, Туркестана. Писала неголословно, потому что это был тот короткий период, когда архивы были открыты. Она туда отправилась. И там очень много писем, каких-то фигур исторических, которые совершенно не были известны. Эту книгу, конечно, по-русски не издали, издали по-английски. Но она как бы вот сейчас уже на пенсии, она достаточно пожилая женщина. Она мне рассказала эту историю. Просто вот важно понимать, кто она. Она поехала в гости к своему сыну, который живет в Лондоне. Вот типичная такая постколониальная история. То есть два индийца, которые поженились, родители его жены, они добившиеся всего постколониальные интеллектуалы. Она врач, он инженер, они живут в Лондоне. Все замечательно. А прислуга у них женщина из Латвии. И вот это уже был как бы когнитивный диссонанс. Когда они ее увидели, они уже были в ужасе. Они не знают, как с ней себя вести. Потому что все равно вот эта вот кастово-расовая основа, которая там очень глубоко сидит, она продолжает сидеть. И вот они не понимают, как это может быть. Более того, дело не только в цвете кожи. Но дело еще в том, что это человек с двумя высшими образованиями, который в годы Советского Союза был чемпионкой по какому-то виду спорта. Это марафонская бегунья, она или кто-то она была. Ну, сегодня вот она работает, хорошо зарабатывает. У нее двое детей. Ну, как-то вот они жили. А Колпана, которая мне это рассказывает, говорит, я наблюдала за всем этим со стороны. Мне было очень интересно понять, вот как же они, на основе чего они выстраивают. У них есть своя модель колониальных, постколониальных отношений. Кто какую роль выполняет. И вдруг это все совершенно летит куда-то к черту, и возникает совершенно новое. И вдруг в один прекрасный день эта женщина в Веста, она пришла и говорит, пустите меня сегодня, пожалуйста, пораньше. Почему? Приезжает мой сын, он играет на скрипке в симфоническом оркестре Латвии. Сегодня у них гастроли, и я хочу пойти послушать. Все, это была последняя капля. То есть они стали искать какого-то другого человека, потому что они себя в ее присутствии ощущали очень как-то неудобно. Вот вам как бы постсоветская история, и одновременно постколониальная, и вот эти взаимоотношения, которые абсолютно никем не осмыслены, и которые должны, мне кажется, каким-то образом осмысляться. А что касается гендерных отношений феминизма и институализации феминизма, вот тоже очень интересная цитата. Из моей подруги Дженнифер Сатчленд, это американская исследовательница, но в отличие от многих американских исследователей, такая очень вдумчивая, и действительно критически относящаяся к той пропагандистской критике, которая была в годы Холодной войны. И поэтому ее не очень любят советологи, бывшие и вообще такие вот американцы, которые занимаются Россией. Но она очень правильно вот здесь написала, мне кажется, о том, что действительно существовало некое такое, знаете, разделение труда интеллектуальное. И в годы Холодной войны действительно люди, женщины в данном случае, или министы из третьего мира, они были ответственны за определенный набор проблем. То есть им разрешалось писать о различии расовом и культурном, и не лезть куда-то еще. Потому что теорию должны производить, конечно, люди из первого мира. Такое было негласное, вот это и есть колониальность знания. Это есть вот эта некая иерархия, которая всех ставит на определенную позицию, и эту позицию покидать нельзя, вы не имеете на это права. А что касается социалистического феминизма, он отвечал за борьбу за мир во всем мире и представлял собой идеологическое различие. Что происходит дальше? Когда, опять-таки, социализм кончил самое все здесь, эти самые социалистические, а теперь постсоциалистические феминистские остались без своего вот этого предмета. То есть как идеологического различия нет, культурное уже занято постколониальными. Чем же заниматься? И это, надо сказать, различие очень болезненно воспринималось. То есть как только кто-то пытался писать, допустим, грубо говоря, из Польши вдруг о расе, мы говорили, не-не-не, это пусть люди из Индии пишут, это не твоя тема. И это тоже очень-очень хорошо видно, особенно вот в этой феминистской песочнице, где вообще не очень много кто о чем пишет. И, надо сказать, до сих пор видно. Вот могу вам привести недавний пример. Мы решили написать с моими двумя соавторами. Рэдди Кубак, которая из Тонка закончила на наш университет в Швеции, и другая подруга из Индии, но она профессор Упсальского университета. Вот мы часто пишем вместе работу, и мы написали работу как раз вот о том, как мы, не будучи шведами, ощущаем себя в этой шведской академии, академической вот этой среде, как мы свои идеи можем представлять, каким образом они воспринимаются или неправильно воспринимаются. Но это не была попытка, знаете, такого плача Ярославной, жалобы на то, что нас притесняет, а попытка скорее вот как-то это все осмыслить и попытаться понять, вот как мы можем эти диалоги выстроить, на основании чего, какова наша роль там, должны ли мы всегда оставаться вот в роли этого суббалтера, который не может говорить, и как только он начал говорить, он уже не суббалтер, значит, все это. И мы послали этот журнал Feminist Theory. Это известный, очень такой вроде котирующийся журнал, называется Теория, феминистская теория. И редакторам, им понравилось, этим всяким ревьюерам тоже все понравилось, она была, конечно, напечатана, но оба ревьюера, не сговариваясь, написали очень интересную фразу. Ой, вы там теоретизируете? Мы это не поняли. Когда вы там про какие-то колониальные, что-то мы вообще никогда не слышали и знать не знаем. А вот когда вы рассказываете, как вас притесняют, и как вы испытываете этот эпистемиологический расизм, и вот когда вы рассказываете, особенно Мадина, когда она говорит, что она в России не белый человек, это как это вообще, как-то кавказец и не белый человек. Объясните это поподробнее. И там была такая фраза «Can you be more conversational?» То есть как-то надо было им рассказывать какие-то анекдоты про себя. И я, конечно, разозлилась страшно, и написала пять страниц мелким шрифтом, объяснила, почему мы не будем этого делать, и почему мы будем производить теорию, это будет наша теория, и если она им не нравится, это их проблемы. И, конечно, они согласились с нами и не издали эту статью, но это показывает в очередной раз, что, понимаете, все эти проблемы никуда не деваются. И вот эта градация того, кто производит знания и какое, кто выступает только в роли местного информанта, если говорить о художественной среде, это тоже очень хорошо видно. То есть все художники, которые выражают эту какую-то расовую, культурную, религиозную инаковость, они тоже проходят под эгидой какой-то такой этикетки очень часто. То есть это должно быть мультикультурное искусство, постколониальное искусство, еще какое-то. И если что-то не вписывается, если что-то возникает, какой-то дополнительный элемент, все, это уже никто не способен понять и оценить. И вот сейчас я в последние годы пишу довольно много текстов для художников. То есть они меня просят, я пишу там для каталогов очень часто, для то, что называется artist books. И я очень люблю это делать, потому что в отличие от вот этих вот журналов с часто малообразованными рецензентами, здесь общение происходит на эмоциональном уровне, и мы как-то вот, если понимаем друг друга, чувствуем, то дальше все хорошо работает. Но до определенного момента, как только это попадает в руки редактора какого-нибудь, который занимается искусством, и тут возникают уже жуткие вещи, потому что редакторы учились, известно чему, в каком-нибудь университете, дали колледжи, вот их научили определенной, очень европоцентристской, очень узкой такой вот трактовки искусства. И как только там опять-таки возникает что-то выходящее за рамки, то, естественно, что это встречается в штыки, и меня просят объяснить, используя вот эти вот этикетки. Так что, это не реалист? Я говорю, не, не реалист. А что такое реалист, спрашиваю я, объясните мне, пожалуйста. Естественно, не может объяснить никто. Я начинаю опять вредничать. А объясните, вот это вот искусство, оно этническое? Нет, оно не этническое. Нельзя назвать Таус-Махачу этническим искусством, это безграмотно, да, там и еще что-то. То есть мы постоянно-постоянно с этим сталкиваемся и в той среде тоже. И, конечно, этот момент, он присутствует, увы. Ну, приведу вам, может быть, такой визуальный пример. Я думаю, что вы знаете, во всяком случае, первую работу Эва Кляйна «Прыжок в пустоту», очень известный его фотоколлаж. А вот вторая работа, менее известная, это современный молодой художник из Румынии, Чиприан Моришан, он, конечно, да, издевается. «Прыжок в пустоту» три секунды спустя, и когда мы с ним разговаривали, он сказал, «А для меня вот это суть постсоциалистического опыта, через который прошла Румыния». Вот. И тем не менее, понимаете, вот с одной стороны, да, и можно как бы посмеяться и сказать, вот, да, как такой неудачный опыт. Но с другой стороны, именно в Румынии вот уже четыре года проходит замечательная летняя школа, на первую я вот ездила, мы делали первый такой, это интересный очень был опыт, которая вот с моей точки зрения, это некая модель для будущего, потому что она делается не в университете, она делается в деревне Тельчо. Это вообще такая богом забытая деревня в горах в Румынии, половина населения сбежала и работает где-то там, моет полы в Европе, только бабушки, дедушки и дети остались, внуки, да, ну или там пять-шесть человек. И вот туда приезжают со всей Европы, и не только из Европы студенты. Там мы не берем, они сейчас, организаторы, не берут денег с этих студентов, то есть там нет вот этого неолиберального духа, да, который, к сожалению, во всех летних школах присутствует всегда. Вот, когда, значит, человеку говорят, ты должен заплатить две тысячи евро, чтобы тебя, значит, допустили до какой-нибудь школы. Я вот последние годы отказываюсь в этом участвовать, и как только я вижу, сколько дерутся студенты в деньги, я говорю, я не поеду вас преподавать, даже бесплатно, потому что это неправильно. Нельзя называться деколониальной школой и потом требовать такие деньги. И это все, понимаете, это увязано в одну систему. То есть это обязательно бывает вот некая такая организация, некие университеты, которая, так сказать, забирает себе в руки вот это институциональное управление. Но вот, тем не менее, ему дается в Тельчоу в этой летней школе по деколониальности, по, как они говорят, руралити и деколониалити, она называется. То есть вот это вот как бы все, что связано с негородской такой вот жизнью, сельской, да, с общиной и так далее. И вот только там, может быть, в едином месте в Европе за последние 10 лет мне удалось это ощутить. Вот это вот единение, какую-то реляционность, какой-то отклик. Это были местные жители, которые приходили на наши занятия, иногда даже проводили вместе с нами. Мы забирались на гору у какой-то бабушки-феминистки, которая там одна живет, с коровой только, с собачкой наверху. Вот она нам рассказывала о чем-то, о своей жизни. Не простыми очень словами, но это вот такая модель, которая выросла не из книг, а из собственного опыта. Там как бы вот мы устраивали, допустим, вечером мы смотрели фильмы и потом обсуждали. Их довольно сложные фильмы, такие критические, политические фильмы. И в эстетическом смысле сложные. Но местные жители приходили, они тоже пытались в этом участвовать. И в этом не было такой, знаете, снисходительности с нашей стороны, что мы сейчас будем тут воспитывать или обучать. Нет. Мы скорее учились у них. То есть вот то, что я раньше знала по книгам или могла читать в каких-то статьях деколониальных о связи, допустим, с апатистами, с теми же, мы с вами говорили об этом. Здесь была попытка все это реализовать. И на сегодняшний день, мне кажется, что через такие вещи, это не обязательно должна быть постоянная летняя школа, это могут быть какие-то события. Это не институты должны быть, а именно события, которые возникают кратковременно. и на которых возникает вот этот диалог, какая-то попытка глубинных коалиций для борьбы. Потому что, опять-таки, как мы говорили до этого, как я сейчас хорошо очень вижу на примере Швеции, потому что это маленькая страна, там, в принципе, очень мало людей занимается наукой, какими-то исследованиями, очень-очень маленький процент. И поэтому очень хорошо видно, как они все разделены по своим маленьким квартиркам. понимаете, и не возникает вообще никакого желания, интереса к тому, чтобы вылезти из этой квартирки и найти какие-то точки соприкосновения с кем-то. В основном все на обвинениях друг друга, на дележке пирога каким-то образом. Это, конечно, нам тоже знакомо, у нас все это тоже есть, тем более, что пирог меньше гораздо. Но тем не менее, тем не менее, вот мне кажется, что это достаточно серьезная на сегодняшний день проблема, которую я вижу, потому что даже критические дискурсы и художественные, и эпистемологические, самые разные, они вот этого усилия не совершают. То есть каждый борется только за свою какую-то повестку дня. И это, конечно, понятно, потому что случился постмодернизм, случился, так сказать, постконструктивизм, и сегодня никого уже нельзя, наверное, убедить в том, что может существовать какая-то глобальная, универсальная повестка дня. Но тем не менее, все-таки, если мы от нее полностью откажемся, то к чему мы тогда придем? И вот эта вот мысль, она меня очень давно как-то волновала. И как раз вот в книге последней я пытаюсь, начинаю как-то об этом говорить. В связи с чем? В связи с тем, что на сегодняшний день, как мне кажется, в российском контексте, как и в постсоветских контекстах, существует вот эта проблема отсутствия будущего. Я называю это безбудочной антологией. Это антология, в которой не существует будущего. Но это понятно, как только уходит вот это прекрасное будущее социалистического или коммунистического рая, ничего вместо него не предлагается. И даже сегодняшние замечательные идеологические мифологемы, какие-то модели, которые предлагаются, они же очень редко касаются будущего. Чаще всего касаются прошлого, замечательного героического прошлого. И это тоже свойственно не только России. Это свойственно, вот я вижу это и в Швеции, я вижу это и в других странах. То есть то, что будущее, оно уходит. Оно уходит как измерение, и это очень опасно. Потому что оно рождает и в людях вот эту хронофобию, вообще страх времени и страх того, чтобы осознать, что это время с собой может нести в достаточно близком будущем. И вот эта тема, она меня тоже как-то вот заволновала. И это в конце концов привело к тому, что мы начали писать вместе с одним очень интересным человеком, не знаю, вы о нем слышали, нет, его зовут Тони Фрай, и он такой теоретик дизайна. Но дизайна не в прикладном смысле, а именно философии дизайна, антологического дизайна. Я давно очень знаю его работы, но вот мы как-то все откладывали это совместное творчество, а потом мы обменялись текстами и выяснили, что мы оба пишем очень о сходных вещах, но каждый со своей, так сказать, колокольни. Я больше с доколониальной, а он вот как бы он теоретик антологического дизайна. И это вылилось в то, что мы сейчас заканчиваем писать книгу, которая называется, ну, трудно перевести, так сказать, название адекватно. В общем, мы пытаемся понять, что такое, что собой может представлять новое политическое воображение и каким оно может быть. И пытаемся объяснить, почему это необходимо и почему вот это вот состояние статуса КВО и состояние, которое связано с тем, что на сегодняшний день вот нет этого измерения будущего, что мы существуем в кризисе, и все о кризисе говорят, но никто не пытается его каким-то образом осмыслить. Причем это кризис-кризис, то есть такой вот уже в квадрате, можно сказать. И нет попытки выработать какую-то систему знания и какой-то подход к знанию, который бы все эти элементы кризиса как-то увязывал, потому что они все очень сильно взаимосвязаны, они все динамично взаимодействуют. И опять-таки здесь вот деколониальная мысль показалась мне в свое время важным толчком в этом отношении, хотя на сегодняшний день я не могу сказать, что я целиком разделяю все их взгляды. Мне нравится то, что касается исторической части деколониального поворота, вот критики колониализма, критики колониальности. Что касается их анализа настоящего и тем более будущего, здесь мы расходимся достаточно сильно и радикально на сегодняшний день. И вот поэтому мы с Тони работаем над не то что альтернативой, но деколониальность входит в наш проект как часть, как необходимая оптика, которая связана с этой деколониальностью, деколониальной составляющей. Но там много еще всего другого, что связано с различными другими сторонами жизни сегодняшней. И самые разные стороны. Одна из них, например, это то, что ну, все, что вы все знаете, это изменение климата. Но изменение климата это нельзя рассматривать отдельно, как вот какую-то вещь, которая не связана, например, с миграциями. Потому что скоро, к концу этого столетия, как известно, ученые это уже доказали, огромное количество людей, миллионы людей будут вынуждены мигрировать не просто от войн, а потому что изменение климата приведут к тому, что невозможно будет жить на многих пространствах. И на сегодняшний день, если не может ООН справиться, или, так сказать, другие международные организации с 65 миллионами беженцев, а что будет, когда их будет не 65 миллионов, а миллиарды. То есть об этом никто не думает. Вот это и есть, это хронофобия, это и есть этот статус-кво, бизнес as usual, да, то есть все заняты какими-то прикладными проблемами, я имею в виду все институты политические, какие-то организации, вместо того, чтобы думать об этом. И это только одна вещь. А есть еще другие измерения, которые связаны с, например, с тем, что мы входим вот этот самый шестой цикл уничтожения всего на Земле, он уже начался, да, и опять, можно говорить об этом как о красивой отвлеченной проблеме, но на самом деле она не отвлечена, потому что она касается и нас, как одного из биологических видов на Земле, или проблема того, что все говорят о технологиях, но на самом деле технология очень опасная, конечно, вещь, да, и вот эта колонизация уже технологиями, она меняет природу человека. И опять, это не отдельная проблема постчеловеческого общества или там постгуманизма, а это все взаимосвязано и с изменением климата, и с изменением геополитики, потому что на сегодняшний день геополитические отношения все тоже очень сильно меняются, да, и все, что существовало прежде, какие-то вот эти сдержки, балансы, они забыты. Например, если я сейчас вам скажу, что вновь становится актуальной проблемой ядерного оружия, вы, может быть, со мной не согласитесь, и те, кто помнит советское время, скажут, ой, да все было в 80-е годы там или раньше, забудь. Ничего подобного, потому что сегодня не действуют уже все прежние договора, которые были на этот счет, то есть любая страна может в любой момент начать пользоваться ядерным оружием. И это тоже непосредственно связано, конечно, и с выживанием не только людей, но и всего живого на земле. И вот я называю какие-то вроде бы отдельные вещи, но они очень сильно все взаимосвязаны. И как сделал вывод один из моих хороших знакомых, он работает в одном из шведском таком вот междисциплинарном институте, оказывается, они даже провели такое исследование, как все эти вызовы и все эти проблемы будут, ну, как бы, работать по принципу домино, да, то есть они будут усиливать друг друга. И мы совершенно не знаем, к чему это приведет. И вот это состояние, когда что-то закончилось и что-то начинается, мы абсолютно не способны это прогнозировать и не способны как бы об этом задуматься, это очень характерно для сегодняшнего времени. И мне вот показалось, что сейчас важно говорить об этом, а, допустим, больше не об истории. Хотя, естественно, это напрямую связано и с историей тоже, и с тем, что огромное количество каких-то космологий, каких-то представлений о мире замалчивалось в течение столетий, да, вот тех же коренных народов, там, колонизированных народов, все это ушло куда-то, все это, ну, называлось незнанием, а там, предрассудками, мифами, сказками и так далее. Вот, ну, хотя именно там, вот в этих самых сказках и предрассудках часто существовали какие-то альтернативные модели восприятия мира, связанные вот с холизмом, с каким-то, да, с попыткой не разделить знания по вот этим узким каким-то отраслям, как это свойственно западной модерности, да, а наоборот, то, чего не хватает на сегодняшний день знанию, потому что если вы пойдете в университет, вы видите, что именно в любом университете царствует вот эта вот инструментализация знания, тем более, что сегодня еще это должно быть продаваемое знание, и, в общем, совершенно, конечно, выхолачивается его смысл. Вот, казалось бы, совершенно разные, но они все очень-очень сильно взаимосвязаны, вот, и я сейчас как бы вот работаю над этим. Мы уже закончили книгу, и мы решили, что книги мало, потому что какая разница, что мы там пишем, сидя в башне слоновой кости. И мы сейчас работаем над тем, чтобы организовать такие события, events, да, на которых будут собираться люди из разных стран, и где мы будем вместе, так сказать, устраивать такой вот брейнсторминг, да, вот какой-то на тему этого нового политического воображения, какой оно может быть. И здесь вот опять-таки для меня, конечно, деколониальный элемент есть, там он присутствует, но в какой-то мере уходит в стиль, так сказал, да, вот. И, конечно, здесь присутствует и вот этот постсоциалистический опыт и мышление, и восприятие мира тоже, потому что он необходим, и очень многие вещи, которые можно прочитать вот и у достаточно интересных критических теоретиков мирового севера, мирового юга, мы увидим по-другому, потому что мы видели, как они могут или не могут воплощаться, но очень хорошо это видно на примере феминизма, например, да, который абсолютно, ну, как бы вот этот голос был долгое время не слышим, и я постоянно пытаюсь организовывать вот такого рода диалоги, сталкивать западных феминисток и постсоциалистических феминисток, чтобы увидеть вот эту несостыковку и то, что они развивались каждый со своей логикой, каждый со своей скоростью, и поэтому часто друг друга не слышали, не способны были услышать, потому что, ну, вот как бы какие-то определенные моменты, они были общие, но они возникали в разные периоды времени. Допустим, когда постколониальный мир выступал против Запада, против, как бы, господства западного, тогда у нас это не могло существовать, да, это сразу с развалом Советского Союза было что-то абсолютно противоположное, да, и я очень хорошо помню этот разговор, когда, значит, я написала какую-то статью по постколониальной теории, это было в середине 90-х годов, и там цитировался Эдвард Саид, ну, я думаю, вам известная фигура, да, сейчас уже его книги переведены на русский язык, тогда, конечно, нет, и я разговаривала с одним так называемым, как это называется по-русски, востоковедом, востоковедом, да, который занимался Индией, вот, и он мне сказал, нет, 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 зачем вы цитируете, я слышал, что он марксист, понимаете, вот, то есть для него было этого достаточно, что он марксист, и все, значит, он дискредитирован, как вот ученый. Сейчас это ушло, потому что этого поколения уже нет, у которого аллергия на все, он марксистская, да, и который даже не удосужился прочитать Саида и понять, что там марксистская, не марксистская, в какой мере, с какой критикой, с каким уклоном, вот, но вот это, вот просто пример, который показывает, да, что у нас вот эти волны, они шли по-другому, и отношение как бы к либерализму, к неолиберализму, к глобализации, оно тоже, вот оно, другая была логика, и отчасти это похоже, знаете, на канон в музыке, когда одна и та же мелодия, она повторяется с некоторым запаздыванием или, наоборот, с ускорением, вот, но, конечно, это не меняет саму ситуацию, связанную с тем, вот о чем говорит Сантьяго Кастро Гомес, это еще один, какой-то доколониальный человек, философ, вот, он в свое время давно уже написал книгу, где он говорит о хюбрисе или хибрисе, нулевой точке отсчета, использует вот этот греческий термин, да, такой хибрис как бесчинство, вот, ну, зачем ему нужна эта метафора, вот, чтобы сказать о том, что в такой евромодерной системе координат возникает эта нулевая точка отсчета, которая помещает думающего вне контекста, да, то есть он сам не является частью того мира, который он описывает, ну, в феминизме Дона Харрэвэй об этом писала, она называла это God trick, когда вы занимаете место Бога на облачке и оцениваете мир с этой позиции, вот, и вот эта ситуация, она, конечно, касается, опять-таки, далеко не только колониального мира, и не только третьего мира, но, конечно, и мира социализма, и особенно постсоциализма, который на сегодняшний день просто вот как бы не существует, я имею в виду не сам по себе, а для остального вот этого истеблишмента, который порождает знания. Более того, вот буквально два месяца назад мы устроили такой диалог с югославской, бывшей югославско-феминистской, очень известной Рада Ивекович, которая уехала вот в начале этих войн всех, ужасно к Югославии, уехала в Париж, и с тех пор она живет там, я очень ее люблю много лет, и вот мы с ней рассуждали. Естественно, что у нас было очень разное с ней понятие социализма, потому что социализм югославский и советский – это абсолютно разные вещи, и кроме того, Рада как представитель местной культурной элиты, и большинство, и я как не белый человек в России, это совершенно разное позиционирование, и поэтому, естественно, что мы с ней вот, мы в чем-то полемизировали, в чем-то мы соглашались, и, может быть, наше отношение было разным, потому что я человек и постколониальный, и одновременно постсоциалистический, а Рада нет. Но, тем не менее, это был какой-то вот осмысленный диалог, и при этом мы все время соотносились и с западным феминизмом, и с тем, что он не способен понять очень многие наши проблемы, и особенно вот с этим миссионерским синдромом, который вообще свойственен западному знанию, который приходит, и вот всех заставляет отправляться в конец очереди и начинать сначала и забыть весь тот опыт, который существовал между. И, надо сказать, Рада этим очень давно занимался, еще в 70-е годы, когда у них в Югославии были первые попытки вот такого взаимодействия с западными феминистками, приезжали итальянки в основном туда, конечно. Вот они уже тогда им говорили, слушайте, у вас другая совершенно повестка дня, вы все еще боретесь за то, чтобы вам разрешили голосовать, а у нас как бы уже давно все права есть. Другое дело, как это все выполняется. И здесь мы тоже с ней, конечно, во многом расходились, потому что советская вещь, советская история – это один пример, а югославская совсем другой. Но я к чему рассказываю? После того, как мы все это написали и опубликовали, все это пошло к какому-то шведскому редактору, у которого была степень gender studies, конечно, и который вообще не слышал про социализм, как выяснилось, и который все наши термины, когда мы писали post-socialist, исправил на post-social. Я спросила, что такое post-social? Объяснить он мне не смог, конечно. Но это, понимаете, это очень о многом говорит с моей точки зрения, потому что вот как бы степень, степень вот этой вот какой-то невключенности в то, что происходит и насколько действительно это важно или не важно для остального мира. И я не говорю, что мы должны прийти и сказать, нет, мы важны, вот не забывайте нас, но мы должны, видимо, что-то предложить такое, что могло бы, условно говоря, конкурировать с теми моделями, которые предлагаются кем-то. Потому что у засилия здесь продолжается все той же советологии под новыми соусами разного рода, так сказать, западных экспертов, которые приезжают и пишут какие-то замечательные книжки про нас. И вот этот момент очень важен. И я хочу сказать, что для меня, вот опять-таки, интереснее, может быть, здесь художники, потому что художник с каким-то своим, условно говоря, проектом, с каким-то произведением все-таки он апеллирует или она, или оно апеллирует непосредственно вот к какому-то, прежде всего, эмоциональному составу, может быть, потом и интеллектуальному тоже, но вот эта связь, она фиктивная, она устанавливается на каком-то фиктивном уровне и очень часто ухватывает в метафоре, в каком-то образе то, что вот теоретик будет что-то долго там жевать, объяснять какой-то статье, никто не будет это читать и пытаться вникнуть. И я была несколько раз свидетелем того в музеях, вот западных, таких европейских музеях, когда там выставлялись и деколониальные художники, и постсоветские художники. Все-таки это работает лучше, и это люди способны понять, и не только понять, но и испытать какой-то катарсис, мне кажется. То есть, это не обязательно, что они вдруг проникнутся этим всем, но все-таки на каком-то уровне вот эта вот эта реалитационность, она возникает, и это какая-то смычка возникает. И мне кажется, что поэтому искусство здесь нельзя недооценивать. Если говорить конкретно именно советском, а не социалистическом, постсоветском, то здесь, конечно, здесь я занимаю больше такую позицию деколониальную, которая связана с понятием имперского различия. Ну что это такое, объясню в двух словах, если у нас время еще есть, пять-десять минут. Что такое имперское различие? Это различие между, понятно, между чем, между империями разного калибра, так можно сказать. И это очень важный момент, который, в общем-то, является ключевым во всей модерности. Если поначалу имперское различие, оно связано с чем? Что в первой фазе модерности в 16-17 веках вплоть до 18-го, до просвещения, это будущий юг Европы, основные империи. Это Италия, это Испания, это Португалия. Затем они уступают место другим империям, капиталистическим уже в полной мере, империям, которые мы знаем, это Франция, это Великобритания прежде всего. На сегодняшний день отчасти США, хотя это не империя, но все-таки выполняет ту же роль. И к чему говорю? Что существует еще ряд империй, которые отмечены таким внешним имперским различием. И вот Россия это очень характерный пример именно такой империи. Внешний, потому что она как бы внешне даже по отношению к другим европейским вот этим второразрядным империям, ставшим югом Европы, потому что все равно они были и остаются христианскими, либо католическими, либо протестантскими, католическими прежде всего. это империя, где язык основан на латыни, это тоже очень важно, вот эта алфавитная составляющая, как ни странно, очень важна для того, чтобы быть частью определенного вот этого мира, алфавитного такого письма определенного. И это множество других вещей, и кроме того, имперское различие связано, конечно, с формированием определенного комплекса неполноценности, с тем, что империя начинает ощущать себя колонией во многом, прежде всего в смысле интеллектуальном, конечно, эпистемологическом, в смысле производства знания. И этот комплекс, он выражается либо напрямую как комплекс, либо как наоборот бравада, как стремление самоутвердиться. И, увы, это, конечно, свойственно нашей стране на протяжении всей ее истории. И до сих пор как бы я не видела особенно интересных попыток это осмыслить. И сегодняшняя вот эта вот мутация, которую мы видим, связанная как раз и с взрывом правых каких-то движений, традиционализм и так далее, это тоже просто одна из волн вот этого имперского различия, которое выражается по-разному. При этом я отнюдь не хочу обелить, так сказать, Запад, и наоборот, я начала с того, что действительно мы отсутствуем в этой системе, нас нет, нас никто не видит, хотя, понимаете, занимать здесь позицию жертвы, мне кажется, неправильно. И это еще вот один момент, который я, может быть, стала ярче и рельефнее видеть, именно переехав в Европу, потому что я вижу там огромное количество таких групп меньшинств, условно говоря, или страдальцев всякого рода, которые все конкурируют за роль жертвы. Это такой victimhood rivalry, можно сказать, кто больше пострадал. И это очень плохо. То есть, понятно, что, конечно, нельзя отрицать колониалии и так далее, но когда вот ваш жизненный проект связан только с тем, что вы доказываете, что вы пострадали больше, и поэтому вам больше должны, и это конец всему вообще. И, понимаете, вот там я вижу это очень-очень ярко. Например, возьмите историю, вам хорошо известную, с отношением к беженцам. Какие страны отказались взять беженцев к себе? Знаете? Восточная Европа, Эстония, Польша, Чехия, да. И когда разговариваешь, почему? Опять, проработки какой-то ментальной этого нет, но когда начинаешь копаться в этом, в какой-то момент возникает мысль, что это не наша история, мы никого там не колонизировали, мы не пошли в Сирию, там мы никого не колонизировали, поэтому почему мы сейчас должны за это отвечать. А вот мы пострадали от коммунизма, да, и мы основная жертва 20 века, поэтому это в определенной мере вот этот самый вот комплекс жертвы и борьба. И в то же время вот это же состояние жертвенности и того, что чего-то нам не додали, используется и на государственном уровне, да, то есть сегодня вот это очень опасная для меня вещь, и я постоянно говорю это доколониалистам, я говорю, надо смотреть на то, кто использует наш дискурс, потому что мы видим это уже в ультраправых дискурсах, да, которые тоже начинают какие-то тезисы отдельные выхватывать, ну, и на меня машут руками, говорят, какая разница, мы за это не отвечаем. Нет, мы отвечаем за это, мы должны отвечать за то, как наши слова используются. Вот, и вот это очень интересный момент, который связан вот с сегодняшним состоянием, вот с постправды, да, и так далее, вот этой вот какой-то вот текучести, всего и вся неравности себе, вот, что мы можем услышать какой-то совершенно официальный идеологический дискурс, который вдруг начинает цитировать чуть ли не Франца Фанона. Вот, и это тоже вот как-то надо, понимаете, успевать с этим работать и что-то делать. Вот, то есть это вот наше имперское различие. Я очень люблю эту картинку Камара Меламиды, да, вот Ленин, который прячется за маску. Да, замечательно. Вот, но об этом я уже сказала, о временном рассогласовании, запаздывании постколониальных и постсоциалистических дискурсов, то есть это действительно связано с тем, что, во-первых, конечно, постколониальные возникают раньше, да, то есть понятно, что они возникают с концом колониализма, они возникают уже в 50-е, особенно в 60-е годы, и они проходят вот через эти свои волны, сначала такой политической критики достаточно в лоб, да, потом критики, которая связана с тем, что они понимают, что вот вроде колониализм кончился, а колониальность осталась, а вот, и начинают все это немножечко переводить в сферу культуры, в сферу производства знания, и еще через какое-то время вот с развалом социализма возникает еще и деколониальный дискурс, который бы не мог возникнуть, если бы была еще холодная война, потому что не произошло тогда еще этого перехода от колониализма к колониальности, от деколонизации к деколониальности, так можно это сформулировать. Потом вот это, как я сказала, это отношение к Западу и отношение к западной модерности, которое сначала тоже могло быть радужным, потому что в первых текстах антиколониальных 50-х, 60-х годов там же нет спора с модерностью, там наоборот речь идет о том, что антиколониальный национализм, он перерастет вот в какой-то такой замечательный плодотворный прогрессивский дискурс, и опять, понимаете, вот наш взгляд здесь другой, потому что мы это проходили все, и мы понимаем, чему это привело в Советском Союзе и как это могло мутировать во что-то совершенно ужасное. Но, как правило, вот это вещи, которые не совмещаются никаким образом, и вот этого диалога, этого разговора пока нет, и он очень нужен. И на сегодняшний день вот я говорю, что и в Индии мне пришлось поговорить уже с более молодым поколением исследователей, которые понимают, что такой диалог нужен, и что такой диалог между постсоциализмом и постколониализмом он может охватить с собой практически весь мир, и опять-таки это не значит, что мы будем выступать за социализм. Вот это тоже момент, который никто не понимает. То есть, допустим, на Западе, когда я говорю о постсоциализме, я говорю, что я обычно описываю всё-таки состояние человеческое и человеческий удел в какой-то мере. Это не значит, что все, кто жил при социализме, были социалистами и там свято верили в ту идеологию, которая насаждалась. Многие говорили, критиковали и говорили, что социализм так вот как бы и не существовал никогда, то есть остался какой-то мечтой, а то, что реализовывалось, нельзя назвать социализмом. И вот эти все нюансы, они совершенно же уходят, и поэтому очень многие воспринимают постсоциализм как попытку реанимировать социализм и всё-таки утвердить его как вот такой вот какой-то идеал, что опять-таки тоже вызывает очень много сомнений и но каких-то у тех людей, кто прошёл через опыт социализма и понимает, что очень трудно его реализовать, если вообще возможно. И тем не менее, вот что, наверное, нас всех связывает, это то, что я уже сегодня упомянула, это отсутствие будущего, это безбудущая антология. Знаете, да, что у нас такая деревня есть в России? Это называется будущее, это реальная фотография. Так вот, вот есть ли это будущее и какое оно, и каким образом его можно определить, и можем ли мы как-то на это влиять или нет? Вот именно в связи с этим мне показалось важным заниматься этой проблемой нового политического воображения, проблемой, которая связана в том числе, конечно, и с осмыслением опыта, о котором мы говорили, и художественным осмыслением, и каким-то концептуальным, но и не только с прошлым, а всё-таки с настоящим, и всё-таки с тем, что мы можем сделать, чтобы вернуть миру измерение будущего. Вот Тони Фрай, о котором я сегодня уже сказала, он открыл недалеко от места, где он живёт, в Танзании, такой вот, как бы, не знаю, как это назвать, но это не школа, это какой-то вот такой вот проект, постоянно действующий, он называется Lab at the Edge of the World, лаборатория на краю мира. И вот там проходят очень интересные разного рода проекты, и очень часто речь идёт о том, что мы живём вот в мире, лишённом будущего, и как это измерение будущего вернуть. Ну, там собираются, например, часто дизайнеры, которые, например, в прошлом году, они работали, знаете, с чем? С дизайном тюрем и лагерей беженцев. Да, то есть это архитектура, но это какая-то вот совершенно особая такая вещь, которая, конечно, связана с человеческим уделом, в смысле, так сказать, Ханны Арендт, с тем, что это вообще такое, как это развоплотить это состояние ненужности, вычеркнутости из мира, из модерности, из числа людей, из человечества, потому что эта дегуманизация, это лишение человеческого начала, это, наверное, тоже вот тот удел, который всё большее количество людей разделяет. В этом мире, независимо от того, они постсоциалистические, постколониальные, даже просто жители мира, вроде бы удачного и успешного, они вдруг на себе тоже стали это ощущать, что их жизни тоже обесценены, что у них тоже нет будущего, и это вот новое, мне кажется, то, что пришло в благополучный первый мир недавно, за последние, может быть, десятилетия, и что тоже порождает вот такую вот отрыжку и вот эту вот реакцию, попытки как-то вернуться к прошлому, и очень опасной, потому что это попытки вернуться к прошлому, которая, собственно, и породила сегодняшний ужас, вот этот весь, и вот этот вот системный кризис, вот, и вот над этим мы пытаемся сейчас работать над измерением будущего, над новым политическим воображением, и, ну, оставлю, наверное, здесь открытый конец, потому что мне интереснее послушать ваши какие-то соображения, вопросы, вот, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Я сразу хочу сказать, что те, кто заинтересован еще, у нас будет замечательный шанс, огромное спасибо, что завтра будет встреча с Мадиной в ДК Рузы, в формате такого полузакрытого семинара, я думаю, что там будет намного меньше людей, но кому это важно, так, что будет еще шанс пообщаться вот завтра вечером, вот, кто там видел анонс на Фейсбуке, там можно посмотреть адрес. Вот, а сейчас я буду просто передавать микрофон, если у кого-то есть срочные вопросы, потому что я могу поберечь свои, вот, то я вот готов его доставить. Дина, можно два слова, а вы куда вы ображаете? Хотя бы список глав. Поднимайте руки, чтобы я так сразу видел порядок примерно. Сейчас засек. Вы мне отвечаете или мы несколько вопросов? Я думаю, один звонит. Хорошо, как скажете. Ну, вот, как бы мы начинаем с того, что мы рассматриваем саму ситуацию, да, что вот существует вот эта проблема в геополитике, существует проблема в производстве знания, существует проблема в климате, да, то есть вот часть вещей я этих назвала. Потом мы пытаемся объяснить через понятие реляционности, как они взаимосвязаны, но, естественно, мы не предлагаем рецептов, мы не говорим, что вот такое должно быть новое воображение. Мы скорее предлагаем об этом подумать, вместо того, чтобы прятаться за идеей статус-кво, как бы бизнес-из-южуал и так далее. И мы приводим, естественно, примеры, да, потому что вот у Тони есть конкретные примеры, с которыми он там уже 50 лет работает, вот, кооператива, с которым он работает вот как раз в Центральной Америке, и его проектов, которые связаны с идеей, а как это по-русски-то сказать, я уже забываю, реально русский язык, ну, в общем, как бы редизайна и, ну, как бы разборки того, что существовало, и сборки заново на каких-то других основаниях, да, вот, и если, допустим, в последней книжке мы с Миньола говорили learning to unlearn, там очень важно научиться разучиваться, то сегодня у нас там есть глава о том, как научиться учиться заново, да, и на каких основаниях, и мы пытаемся вот как бы переосмыслить саму систему знания производства, как она существовала и существует сегодня в университете, и какие могут быть альтернативы этому, да, вот, что может быть вместо университета, вот, то есть там очень много всего, я не могу сказать, что это касается одной конкретной какой-то вещи, правда, там очень мало про гендер. Да, спасибо, интересно, но я признаюсь, что довольно непонятно для меня, я человек, наверное, не окружен, поэтому и у меня, кстати, вопрос был, тоже я хотел спросить именно какие главы в этой книге, это, наверное, не случайно, но я скажу другому, я вопрос задам другому, вот, понимаете, у меня такое ощущение, возникло ощущение, да, что это такой западный вариант поиска пути в Нирвану, вот, как бы найти некую такую точку отсчета, которая не привязана бы ни к каким координатам, и оттуда, может, что-то будет видно, но это мое такое ощущение, вот, если так говорить, вот, ну, понятно, взгляд в будущее, там, какой-то поиск истины, но если вот взять какой-то пример, даже империализм, он же ведь не просто возник, да, вот, там, скажем, был Карл Маркс и Фридрих Энгель, которые поняли, что существует неумолимая логика истории, и вдруг однажды, никто не видел, а они вдвоем увидели, сказали, что вот он призрак, коммунизм это бродит, никто не видит, но мы-то видим этот призрак, вот, здесь же нельзя же сказать, что это призрак, там, антиглобализма, или деколонализма, или еще как-то, вот в этом такие сложности, поэтому, отсюда вот эта сложность для понимания, ну, по крайней мере, для меня, и вопрос вот о главах, я хотел задать в другом смысле, вот это политическое воображение, кто его субъект, кто его производит, вы же не говорите, что это политики, вы говорите, мы работаем художники, художники разве производят политическое воображение, это же вопрос, или там бабушка в Румынии, она тоже, сколько с ней не говори, не произведет политического, нового, нового политического воображения, ну, уж точно, она воображение произведет, в отличие от политика любого, нет, ну, произведет, но это будет не новое, политическое, потому что она будет воспроизводить тот свой жизненный путь, который она прожила, и ничего больше она в жизни не произведет, а политик, что будет воспроизводить, Вот поэтому я и задал вопрос, раз вы взялись за эту тему. Для меня возникает вопрос, а кто это производит? Потому что если бы вы сказали просто воображение, или новую эстетику, или новые художественные смыслы, ну, неважно, как называть, тогда бы понятно. А политическое воображение, это сняет вопрос, уже просто возникает вопрос. Это у меня вопрос, это же не... Хорошо, вы закончили? Да, и вопрос-то, собственно, один маленький был о том, о том, чтобы я все-таки хотел просто уточнить, вы говорили, но так, чтобы это, в общем, потоки... Вот медиация, это что такое? Медиация что такое? Ну, хорошо. Ладно, значит, давайте кашу немножко разберем, которая у вас в голове. Значит, во-первых, деколониальный поворот – это одно, а то, что я говорю о воображении, это совершенно другое, это другой проект, это то, над чем я работаю сейчас, его нельзя назвать в полной мере деколониальным, более того, мои коллеги-деколониалисты, наверное, со многими не согласятся там. Что касается деколониального поворота, он абсолютно укоренен в локальных историях. Если бы вы прочли книгу Валтера Миньола «Local History is Global Design» 2000 года, мы бы не задавали такой вопрос. То есть суть его именно в том, что он полностью отличается от западноевропейского, вот этого делокализованного сознания, о котором вы говорили. То есть все начинается с геополитики и телесной политики знаний. Но это азы просто, я как бы говорю об этом кратко. То есть начинается с того, на каком асфальте вы выросли, что вы ели в детстве, что вам рассказывала бабушка. Вот ваше знание вырастает из этого. И ваше тело, а не только ваше рацио, это знание производит. И, естественно, оно связано и с геополитическими, и с очень многими вещами. Поэтому здесь обвинить деколониальный поворот в делокализации, это безграмотно просто. А что касается вот на Эстонии, то, что мы делаем сейчас, мы как раз тоже начинаем с локальной истории, но мы идем немножечко, пытаемся идти дальше деколониалистов, которые, как я сказала, засели на своей проблематике и дальше ничего не хотят. Когда я говорю Валтеру Миньола, ну давай все-таки устроим попытку диалога с западными критически мыслящими интеллектуалами. Они же не все идиоты. Там есть люди достаточно открытые, размышляющие о чем-то. Потому что если мы ограничимся только нашей позицией, то это тоже чревато тем, что мы окажемся вот в этой квартире своей запертыми. Нельзя все время критиковать. Но ему это неинтересно. Поэтому он как бы стоит на том, что главное, чтобы не было никого из западных ученых, так сказать, в списке литературы. Я считаю, что это неправильно. Что все-таки нужно каким-то образом пытаться коммуницировать с другими тоже, и с какими-то другими вещами. И мало того, не просто коммуницировать на уровне текстов, но и коммуницировать на уровне каких-то проектов. Вот Тони сейчас в Эквадоре, в Боливии делает такой проект с людьми как раз, которые создали такой кооператив. И он пытается существовать в обход тех рыночных схем, которые есть в стране. Там есть и художники, но там есть и просто люди, которые создают какие-то вещи. То есть они выращивают сельхозпродукцию и так далее. Это, конечно, очень маленькие примеры, потому что бороться с неолиберализмом путем кооперативов, конечно, невозможно. Но это важно в качестве того, что можно назвать такой, знаете, опытной базой, теплицей, где вот это другое сознание может вырасти. Дальше. Значит, вопрос неправомерен, кто это будет. Никто не будет. Все это рождается в процессе. Это очень важная разница с тем, что было раньше. Никто не придет как мессия и не скажет, вот вам новое политическое воображение, теперь вы все обязаны в него верить. Мы это с вами должны произвести в процессе диалога, обсуждения. Каждый будет участвовать в этом каким-то образом, и оно, будем надеяться, когда-нибудь родится, если мы начнем об этом говорить и размышлять вместе. Но не родится, если мы будем сидеть и выбирать каких-нибудь политиков дальше, потому что у политиков нет интереса в том, чтобы что-то менять. Они хотят поддерживать статус-кво. И они, конечно, не думают о том, что к концу этого столетия вообще ничего не будет уже. Ни человечества, ни других видов, ни этой планеты, возможно. Потому что вы знаете, что осталось всего несколько лет до того, чтобы можно было изменить что-то, например, в изменениях климата. Потому что дальше они станут уже необратимыми, эти изменения. И тем не менее, никто ничего по этому поводу не делает. Потому что эту проблему нельзя решить на национальном уровне. А вот все эти организации бессмысленные, типа ООН и так далее, им вообще это, они не способны все это решать, и им это тоже не нужно. И это организации, действительно, которые соответствуют прошлому веку, и создавались в прошлом веке с определенными целями. Поэтому, конечно, вот здесь очень важно разделить политику и политическое. Это совершенно для нас в Тонии разные вещи. То есть политика, вот это то, что делают политики, институции и так далее. Это абсолютно пробуксовывает, и из этой политики ушел предмет, вообще говоря. А вот политическое, и политическое воображение в том числе, это то, что должно быть, и чего сегодня нет в мире вообще, потому что оно душится на корню. И вот как раз с этим мы и работаем. И здесь я могу опять-таки процитировать сапатистов любимых своих, которые, у них такая фраза есть, если ее перевести с испанского, ну как бы вот мы тоже не приходим с готовыми истинами, а мы идем, и вот по мере того, как мы, так сказать, идем, мы задаем вопросы, мы слушаем ответы, это очень важно, да, разные. И тогда в этом процессе формулируется что-то. Это не истина в последней инстанции, это не то, что в учебниках будет дальше написано, а это какая-то вот такая открытая вещь, с которой можно дальше работать вместе. И любая истина, она только такой, конечно, может быть, да, не окончательной, а открытой и процессуальной. Вот это мне кажется важным. Вчера сапатиста открыли еще семь краколей, удвоив территорию. Вчерашняя новость. Все просто в шоке, это долго готовилось. Спасибо большое за вашу лекцию. Вы уже, по-моему, поддержали румынскую бабушку и все на нее атаки, которые на нее были. Я очень рада этому. Вы упомянули, что у вас были попытки как-то создать площадку для того, чтобы постсоветские феминистки и западные феминистки могли как-то покоммуницировать между собой. Я не первый раз слышу эту идею о том, что у нас нет никакой идеи о будущем. В частности, это упоминалось на конференции Биоли, я так помню, в прошлом году. И там я столкнулась с тем, что несмотря на то, что даже были эти размышления о будущем, там как-то вот, опять-таки, внимания никакого не было к той работе, в том числе феминистской, которая делается. Я хотела бы уточнить, ну вот какое ваше видение, что вы думаете о работе там феминистской сейчас, и в том числе российской феминистской работы, если вы за ней следите, и постсоветской шире. Спасибо. Это очень важный вопрос, и я сразу скажу, что я не могу в полной мере здесь, ну как бы, я недостаточно знаю. Я знаю что-то об академическом феминизме, потому что просто эти тексты проще найти и прочитать. Но мне бы очень хотелось узнать больше об активистском феминизме. То есть если я знаю каких-то людей, там нескольких знаю, из нескольких организаций, я с ними, конечно, в контакте, и я просто благодаря этому личному знакомству знаю об их проектах и вижу, что это очень важно, то, что они делают. Потому что, опять-таки, через опыт этот, через конкретные дела, какие-то в том числе и политические выступления, и социальные, вот происходит это другое знание. Оно возникает, оно зарождается. Но, как вы знаете, в России, как и во многих постсоветских странах, очень большая пропасть между академическим феминизмом и активистским. Да, это, к сожалению, такая общая проблема. Это очень плохо. Но это связано, конечно, с определенными вещами. С тем, что феминизм вообще не институализирован. Его преподают в двух с половиной университетах, вообще говоря. И поэтому это очень элитарное такое дело. И здесь трудно даже обвинять академических феминистов в чем-то. То есть я не могу, потому что для этого нужно вариться в соку, чтобы лучше знать. Но то, что я знаю, мне очень нравится из тех активистских проектов, которые существуют. Мне они очень симпатичны. И мне кажется, что они действительно пытаются работать с этой хронофобией и каким-то образом что-то в этом изменить. Другое дело, что это очень-очень сложно сделать. Что касается других стран, как ни странно, страны бывшей Югославии в этом смысле очень интересный проект. У них это не только Рада Ивекович, Ширада – это эмигрантка, конечно, она давно живет в Париже. А вот в самой Югославии меня тоже приглашали несколько раз. И я была в Загребе у них в центре, очень интересном. У них есть и активистские проекты, и работа со знанием, и работа с историей, с памятью очень-очень интересный центр женских исследований в Загребе. И как-то раз они меня пригласили, знаете, на конференцию, которая была первая спустя 20 лет после развала Югославии. И это был первый момент, когда они впервые снова встретились и стали разговаривать друг с другом. Вот мне кажется, это очень важно. Нам тоже нужны такие вещи, чтобы мы могли встречаться и разговаривать, и чтобы этот диалог хотя бы каким-то образом вот начинал происходить. Здесь я могу только использовать мою любимую Марию Лугонес и ее понятие deep coalitions, глубинные коалиции, которые связаны не с тем, что мы все должны стать одинаково, одинаково мыслить. Это не нужно никому. Мы должны сохранять свое различие, но при этом искать все-таки эти точки соприкосновения для совместной борьбы за какое-то будущее, за какой-то мир. Так что я думаю, что здесь, да, голос феминизма, особенно в его активистской форме и в будущем, может быть, в какой-то динамике, взаимодействии с академическим феминизмом, он очень важен, конечно. Еще вопросы? Ну, я не знаю, тогда... А, вот еще вот Ольга Егорова цапляет. Извините, у меня вот такой вопрос, который может показаться несущественным, но я заметила, что вы не употребляете феминитивы. Ну, потому что... Нет, я... Ну, собственно, это вопрос. Почему? Ну, во-первых, знаете, я уже сказала, что я по-русски разговариваю очень редко, поэтому мне вообще сложно подбирать слова. И, конечно, когда я учила русский язык, феминитивов не было, извините. Я филолог, я доктор филологических наук, мне трудно, это я шучу, конечно. Но, на самом деле, скажу почему. Потому что для меня, как для постколониальной, деколониальной феминизм, это не очень важный момент. У меня даже есть пара статей на эту тему, где я размышляю о том, что, в общем, не важно, как называть. Хотя, конечно, да, язык, это все такое, да. Но касается это определенных языков только. Существует огромное количество языков, где вообще нет рода, и где вообще эта проблема не актуальна. В основном это касается как раз западных языков в большей мере, где вот это разделение на женское и мужское, на мужское как нормативное, женское как отклонение, оно особенно явственно видно. Но вот как раз меня больше интересовали всегда какие-то другие вещи, не европейские языки, где этого нет. И это, кстати, не только касается феминитивов и нефеминитивов, но и других вещей. Например, у тех же в языке это холобаль, который связан с деятельностью латиноамериканских сапатистов. Там нет субъектно-объектности, которая свойственна большинству языков. Но возьмите русский язык, вы можете сказать простую фразу «Я это тебе сказал». И вот в этой фразе есть «я», который главный деятель, есть глагол и есть «тебе», которое в какой форме выступает грамматически? Вы очень пассивны, да? То есть это некий такой слушатель, на которого направлены действия. А вот в тахолобальском языке так сказать нельзя. Там будет что-то, вот если перевести, «Я это сказал, вы это услышали». То есть вот те, кому говорят, они тоже активны. И тем самым, понимаете, так язык устроен, что уже меняется вообще объектно-субъектность. Нет прямого дополнения вот этого пассивного, которое не производит действия. И это очень сильно воздействует. В русском языке я не скажу, что меня коробят феминитивы, но я говорю, что я не вижу, что это как-то решит проблему. Того, что меня будут называть авторкой, или как-то еще какие-то слова такие замечательные возникли сейчас. Хотя я ничего против этого не имею. Если кому-то нравится, ради бога. Но это уводит от борьбы куда-то вообще, мне кажется, не туда. Простите. Я задала этот вопрос, потому что мы тоже очень много думаем о воображении, о будущем. И поэтому кажется, что где и как, ну как, каким образом, ведь на самом деле вот то, что вы говорите, это очень важно, но каким образом создать такую ситуацию, что нужно изменить, где должно щелкнуть, чтобы заработало это радикальное воображение. Я вот думаю, что может быть и феминитивы, это тоже работают для этого. Прекрасно, если это будет один из аспектов, который что-то начнет менять. Спасибо. Я уточню. Да, раз вы сказали, раз вы филолог, это удачное, по-моему. Вы знаете, я не буду спорить с вами, вы говорили, скажу лишь в том, что, конечно, любую конструктивистскую позицию можно принять или не принять, это все равно условность, да? Поэтому там чью-то книжку или чью-то теорию, бог с ней, это одно и больше, одно и меньше, ничего от этого не изменится, если не брать таких фигур, как Маркс, там, Аристотель или еще кому-то. Ну, я имею в виду, это я со своей точки зрения, не говоря же о том, что он создан как следствие итога войны, чтобы не допустить войны, а не так просто, она исчерпала свои возможности. Но вопрос у меня о другом. Вот вы сказали, это мне, кажется, внесет ясность. Вот раз вы филолог, вот это новое политическое воображение, оно предполагает новый политический язык? Ну, вы знаете, я филолог, как бы у меня есть диплом, но вообще я против филологии, как дисциплины, это такая очень устаревшая вещь. Я просто шутила, когда говорила, что как можно русский язык коверкать, называть кого-то авторкой или режиссеркой. Можно и нужно, язык же меняется в зависимости от того, как меняются его носители, это Алексеома. Я думаю, что да, язык будет меняться, но что вы понимаете под языком? Вы понимаете живой язык, человеческий, или вы понимаете концептуальный язык? Он меняется. Он, конечно, будет меняться, и он уже и меняется. То есть, например, очень часто я, бывает ему свидетель, когда, например, приходят радикальные, такие деколониальные исследователи, они вообще не пользуются терминами, придуманными вот этими вашими мертвыми белыми Марксами, кого вы еще назвали. Вот, наоборот, то есть вдруг приходит Меньола и начинает говорить, вот, как писал Отубах Кугуано в своей работе, и вся вот эта вот европейская элита сидит и не понимает, потому что Марксы-то они знают, а Отубаха Кугуано нет, понимаете, или там еще кого-то. Но это вот наша генеалогия, мы ведем генеалогию нашего знания от вот таких людей, от колониальных, антиколониальных, постколониальных, деколониальных интеллектуалов, которые совершенно не имеют места вот в этой генеалогии знаний европейской. Но, тем не менее, они там были, и они очень часто выступали с критикой, с полемикой, их просто не замечали и не слышали. Тот же Отубах Кугуано, он полемизировал с Кантом, например, и очень интересным образом, но, естественно, что его работы не издавались как-то, в Германии не изучали в курсе философии, но это в качестве примера. То есть как вести диалог? Можно вот так, можно с вызовом, можно прийти и сказать, все, Маркса мы не цитируем, мы рассказываем все только на примере америнских интеллектуалов. А можно пойти дальше, вот к чему я обычно призываю, говорят, давайте мы посмотрим и то, и другое. И мы не то, что их сравним, а мы посмотрим, как может ли быть здесь диалог. И мы будем не только использовать кантианские понятия или какие-нибудь там дыридианские, но мы будем еще и при этом, может быть, вырабатывать какие-то еще дополнительные вещи, которых просто нет на тот момент. Это и будет медиация, о которой вы тоже спрашивали. То есть это в определенной мере такой двойной перевод и туда, и сюда, и в эту сторону, не для того, чтобы привести к общему знаменателю, а для того, чтобы возник этот диалог, потому что есть все-таки точки соприкосновения. Это не абстрактный какой-то гуманизм, это не какие-то абстрактные, отвлеченные, такие вещи, не связанные с пространством и с историей, а это именно вот это будущее, потому что это будущее на всех как людей, которые живут на этой планете. Его может не быть, просто не оказаться, если мы будем продолжать так жить, как мы живем. И вот этот удел человеческий, это некий предельный, вот такая предельная вещь, которую мы все разделяем, независимо от того, где мы живем, в постсоциализме или еще где-то, потому что он нас всех накроет, так или иначе. спасибо огромное, спасибо огромное еще раз. И да, поблагодарим Мадину. И завтра, кто серьезно заинтересован на продолжение дискуссии, может быть, что-то почитаете, подготовитесь, завтра 8 в ДК Розы. Вот тут есть, кстати, в прошлый раз, кто-то хотел, спрашивал еще газеты о Доме культур, вот можно их тут взять, так что и будем рады вас увидеть. Спасибо еще раз.